Местное отбытие наказания Грабовскому определить исправительную колонию строгого режима. Срок отбытия наказания Грабовскому исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Судья Андрей Артёменко зачитывает приговор Андрею Грабовскому, бывшему вице-президенту Федерации бокса края. Он признан виновным в организации убийства бывшего замначальника уголовного розыска Сергея Назарова. Его застрелили в 2004 году. И сегодня, кажется, суд в этом деле поставил точку. Грабовский получил 13 лет строгого режима. Он обязан выплатить миллион рублей компенсации жене убитого милиционера. Осуждённый Грабовский, вам понятен приговор и порядок его обжалован. Тогда судебное заседание объявляется закрытым. Грабовского назвал заказчиком киллер Евгений Коваль. Он уже отбывает наказание. Также на Грабовского показал посредник Андрей Гугля, который якобы передал убийце 50 тысяч долларов и пистолет ИЖ-71 с патронами. Имя Грабовского назвал и его водитель, который следил за Назаровым. Мотив убийства – личная неприязнь. Суд установил, киллер точно знал, что вечером 23 ноября 2004 года Назаров оставит свою машину на стоянку и пешком пойдёт домой. Убийца подкараулил бывшего полицейского здесь, на углу Курчатова-10. Он всадил в него всю обойму, 8 патронов. Одна из пуль попала Назарову в голову и стала для него смертельной. До своей квартиры он не дошёл буквально 100 метров. Грабовского начали подозревать в причастности к убийству Назарова и непосредственно после преступления. Тогда следователи обыскали дом Анатолия Быкова, в котором жил Грабовский. Но свидетели, на показаниях которых основан приговор, разговорились совсем недавно и задержали его только в прошлом году в Москве. Сам Андрей Грабовский виновным себя не считает. Адвокат уверен, что свидетели оговорили Грабовского под давлением следователей. Более того, по данным Ивана Хорошева, давление силовики оказывали и на самого подсудимого. При встречах Андрея Владимировича непостоянно говорит, что к нему приходят оперативные сотрудники МВД, требуют или просят дать показания на известных лиц взамен на смягчение наказания. В частности, после вынесения обвинительного вердикта к нему дважды приходили. Как мне сейчас сказал Андрей Владимирович, с его слов, вчера к нему подходили тоже, но уже оперативные сотрудники ФСБ также просили дать показания. Поэтому, если учитывать эти моменты, мы прекрасно понимаем, для чего это дело. То есть оно направлено не на Грабовского, а на тех людей, на которых нужна информация. По данным источников, силовики просили Грабовского дать показания против Анатолия Быкова. В штабе лидера патриотов России считают, что дело это политическое, потому что в 2020 году у Быкова истекает запрет на участие в выборах. Виталий Поляков, Николай Чистяков, Новости ТВК.